Завершилось голосование за лучшую экологическую инициативу регионального проекта «Чистый Ямал». Сбор экоидей проходил во всех муниципалитетах округа на протяжении двух с половиной недель. Авторы проекта определили шорт-лист экологических инициатив от жителей региона. Из 700 предложений в финальном голосовании участвовала 191 идея, из них 12 в Лабытнанге. Все проголосовавшие ямальцы приняли участие в эко-викторине и получили возможность стать обладателями ценных призов. Как прошел заключительный день голосования в сюжете Анастасии Шаховцовой. Ценные призы за два дня проведения викторины разыграны все, кроме увлажнителей воздуха. У горожан была возможность проголосовать и поучаствовать в викторине до 31 марта. «Большинство ценных подарков, таких как Яндекс.Танца и фитнес-браслеты, уже разыграны. Если вы являетесь победителем таких ценных подарков, вы можете получить свой подарок в молодежном центре с 3 до 5 часов в будние дни». За портативным устройством пришла Елена Сумина. Участница не только проекта «Чистый Ямал», но и всеразличных опросов информационного ресурса «Живем на севере». Она в первый раз стала победителем викторины. До сегодняшнего дня горожанка никогда не выигрывала никаких призов. Сложные ли были вопросы викторины? Нет, вопросы викторины были не сложными. Я думаю, каждый рад любому подарку. Всего приняло участие более 1800 человек. Всего было подарков 174. В первые два дня мы выдали большую часть подарков, сейчас осталось примерно одна треть. Розыгрыш призов викторины проводился в рамках регионального проекта «Чистый Ямал». Для того, чтобы получить подарок, необходимо было зайти на информационный ресурс «Живем на севере», проголосовать за лучшую инициативу и правильно ответить на все вопросы. Всего в голосовании приняли участие 2161 человек. Большинство голосов жители отдали за экофестиваль. Масштабное мероприятие, на котором будут подведены итоги года экологии. Анастасия Шуховцова, Сергей Антропов, программа «Время местное».